все гибкие навыки очень грубо можно поделить на две части но по крайней мере те гибкие навыки которые видны сразу во первых которые очень сильно влияют на вашу работу ваши коммуникативные навыки которые в случае с переводчиками я например считаю не гибкими а очень даже жесткими до hard skills так называемые профессиональные компетенции и ваши поведенческие если я ищу эксперта до человека которому я смогу доверять человека которого на которого можно положиться отдать ему задачу значит с ним все будет хорошо мне важно понимать что он надежен не важно понимать что он меня слышит что у меня он понимает то что он услышал даже он будет там внимательно относиться к своей работе так как будто это был бы его без и очень часто люди ищут вот именно такие вещи да и это даже сейчас то видно бывает по тому как составлены запросы да не буду повторяться уже миллион раз все пересказы у нас на канале есть много открытых уроков тему так вот когда вы отправляете письмо резюме да вступаете неважно в какой виде и форме в первый контакт с компанией потому как вы это делаете сразу видно очень большую часть ваших и поведенческих и коммуникативных гибких навыков чем больше вы о себе написали тем сильнее вы проговорились чем меньше вы написали тему тем более вы больше показали почему важно уметь в коммуникации в первую очередь потому что потому как вы коммуницируете в принципе вообще с людьми понятно насколько с вами будет комфортно и безопасно работать безопасно в том плане что вы не остановите в компании процессы своим неумением вовремя сказать то что нужно сказать и вот в чем письме было вот это вот специально оговорено заказ принимаю после оценки возможности перевод заблаговременно предупреждаю невозможности ответственно отношусь это это вам конечно большой плюс за это да то есть мы хотя бы уже видим что вы понимаете как вы должны себя вести вопрос насколько это будет на самом деле так остается открытым но шанс вы свои как бы использовали да что нам дают ваши коммуникации при первом контакте они могут лишить вас вообще полностью всех шансов на рассмотрение они могут дать вам дополнительные вопросы да когда мы читаем и оказывается что прям наш человек прям все понимает так как нам надо и тогда мы уже даже будем немножко может быть сквозь пальцы смотреть на какие-то грехи да они могут быть не вашу пользу могут не вредить вам и не приносить пользу просто что есть что нету это может быть не как ну если мы говорим даже это вам не повредит и и вас все равно рассмотрят но если мы говорим о необходимости конкурировать потому что рынок меняется здесь уже конечно при прочих равных вам вас не предпочту почему я считаю что коммуникативные навыки для переводчика в отличие от всех остальных специалистов они не гибкие они жесткие это ваш главный профессиональный навык наш главный профессиональный навык потому что перевод по сути это способность выстроить коммуникацию с целевой аудиторией если вы пишете вполне конкретному человеку которого можно в общем-то даже изучить да у вас же были даже имена этих людей они вот они все на поверхности можно зайти на тот же наш канал на ютюбе и посмотреть на каждого кто о чем говорит да и написать очень личное письмо написать то что этот человек хочет видеть и не знать если вы этого не делаете то вы совершенно точно не будете учитывать свою целевую аудиторию когда будете переводить потому что здесь все еще проще так как по и когда мы получаем там какую-нибудь копипасту вместо письма мы понимаем что нас никто не думал что писал о себе прекрасным замечательному любимым писал вроде как нам и это все обязательно будет отражено в переводе не бывает такого чтобы человек не анализировал адресата личного письма рабочие письма они по сути личные да потому что вы выстраивать человек с определенным конкретным контакт с конкретным человеком совершенно точно вы не будете видеть людей живых за текстом инструкции за текстом не знаю про какой-нибудь коврик стаканчик или что-то еще поэтому в той что касается коммуникации ну я не знаю других компаниях но у нас этим очень сильно строго и когда в вашем случае к счастью такого не было давно когда я получаю например пустой письмо с резюме для меня это признак большой неадекватности потому что все думаю все согласитесь что если бы вы сейчас зашли ко мне в кабинет молча положили мне на стол бумажку и вышли это было бы очень странно вот почему-то людям кажется что в переписке совершенно нормально да или зашли вы со словами готов и то же самое сделай я очень сильно вниманием такие вещи обращают и мои клиенты обращают совершенно точно да те самые которые платят деньги и понимают чего хотят исполнитель поведенческие навыки важны уже в той части сотрудничества когда есть риск что исполнитель сломает процессы в компании не прочитает не дочитает инструмент не до выполнил сделает по-своему без согласования недостаточно добросовестно сделать свою работу как вы как вам кажется где и как по каким признакам и критериям можно вот эти вещи понять при первом контакте вот при том контакте который мы с нами выстраивали когда задавали задание можно оценить надежность человека или как можно продемонстрировать свою надежность клиенту если мы понимаем что это то ради чего обычно людей ищут на работу или на проект дина в нашем случае еще надо же понимать как мы составляем вакансии да мы же пишем все подробно все всю информацию которую мы хотим получить вот это получаем файл с названием резюме когда их скачиваешь у тебя получается миллиард файлов с названием резюме надо еще найти нужно продемонстрировать надежность или как продемонстрировать ненадежность не хотя не желая этого ну конечно александр понимаете же что вы не покуда вот это классическое вас многое одно когда человек публикует вакансию до менеджер какой-нибудь бюро переводов или любой там эйчар менеджер компании вы как бы не ни одна на него откликаетесь да и когда каждый называет файл словом резюме а так часто бывает людям потом очень трудно вообще найти кто вы и что вы а когда вы отправляете резюме например в компанию которая не звала вас на конкретный на конкретный проект а просто да вам еще желательно указать то конкретно вы предлагаете да там скажем язык переводчик английского юридическое право или экономика фамилии такие вещи чтобы по названию файлов человек знал с кем он имеет дел это та самая забота об адресате которые вы сейчас видите да ваша задача каждый раз когда кому-то обращаетесь да и это оценивается именно как умение в коммуникацию делать так чтобы люди от этого контакта с вами испытывали минимум неудобств и максимум положительных эмоций когда вы подумали о том что человеку будет удобнее например вот вот именно так взаимодействовать с вашим письмом да когда вы например подписываете свою почту там инициалами да или каким-нибудь из последнего что там у нас было гробовщик джек девушку так звали а в подписи ничего нет да и чтобы написать ей ответ я должна найти в ее документы найти там где-то как где она наконец-то представилась вообще обнаружит что это девочка еще и и тогда написать задать человек от меня что-то хочет при этом не я и да прекрасно что у вас на втором курсе в университете это вдалбливает потому что некоторые преподаватели присылают письма феи с инициалами в подписи и ты ищешь на library как же к этому человеку по имени-учеству обратиться не соблюдение тезе в резюме письма нет информации которую запрашивалась надежность вопрос уточняющие если что-то непонятно да если человек до чем-то что-то уточняет либо если человек сразу же демонстрирует что он понимает какую задачу он должен решать будет это плюс к надежности да если человек бросает вас файл с резюме или пишет письмо никакого отношения не имеющие к вам пишет только исключительно себе с надежностью да есть большие вопросы есть большие вопросы не не в том плане что он подведет по срокам да мы под надежностью сейчас в целом понимаем возможность опираться на человека как на члена команды до его лояльность готовность быть вот этим самым членом команды который будет за мой и ваш бизнес стараться также как за свой который продает ценность до который продает не свое время и не странички с текст вот что мы понимаем под надежностью и вот за что платят и из чего ищут клиенты которые платят давайте собственно собственно о вашем вашем по пунктам вашего задания из которых видно когда вот это вот фея 245 это конечно ну не как может быть никак не характеризует вас как исполнителя но некоторые представления о вашей способности в деловое общение да все таки дает важно что бы по крайней мере переводчик да вот если бы вы устраивались там она когда должность бухгалтера или еще кого-нибудь можно было на это не обращать внимание но переводчик опять же должен быть уместен в контексте в коммуникативной ситуации если мы понимаем что у нас сейчас выстраивается деловое общение то давайте будем представляться своим именем они феечкой не котиком да и не пупсиком за адрес наверное никто никого еще не уволил и не отказал но сразу минус балл вы получаете за странное представление о нормах делового общения с темой письма до вашем случае ну сколько было писем немного в вашем случае как бы все когда клиент потенциальный пишет что отправляетесь письмо с такой темой очень часто тема бывает какое угодно но не то я которые просили хотя у людей обычно в этом случае есть свои резоны да если человек получает там одновременно ведет десяток проектов или вакансий может быть у него там автоматически настроена почта так что они складываются в разные папки может быть ему так проще потом искать лучше если человек попросил то сделать для вас это ничего не значит когда это не делается мы понимаем что очень плохо с чтением инструкции исполнители не способны читать инструкции это просто бомба и мина замедленного действия потому что мы не знаем что у нас будет ждать когда придет дедлайн может быть он перевел одну страницу вы ждали от него 10 может быть он перевел дословный буквально вы просили реферативный перевод человек не читающий инструкции это не сотрудник и не работник по определению по умолчанию опять же обращение если вы знаете кому вы пишете то очень правильно и нормально обращаться к этому человеку по имени ли по имени отчества зависимости от того как он представился потому что нужно помнить что вы пишете конкретному человеку независимо от того принимает он решение о том чтобы с вами работать или не принимает ваша задача выстраивать отношения не с компанией не с банковским счетом с которого вам будут перечислять гонорары да не с клиентом конечным для которого вы будете переводить вы выстраиваете отношения вы выстраиваете контакт с конкретным человеком который сейчас откроет ваше письмо и когда имя известно но в письме вот в обращении безлика и здравствуйте это еще один маленький минус вашу репутацию потому что потому что можно же по-человечески общаться правда история с подписью да ничего опять же криминального нет с уважением фамилия имя это тот случай когда она вам ничем не вредит но и ничем не помогает подпись важная штука во-первых потому что хорошо бы знать да кому обращаться когда пишешь ответ подпись важная штука потому что может быть не срочно надо будет вам позвонить да и вы могли бы указать какие-то еще контакты подпись важная штука потому что я например не знаю в каком часовом поясе живете да и могу ждать от вас ответа вот прямо сейчас после того как ответила на ваше письмо оказывается что вы где-нибудь в иркутске и у вас там глубокая ночь уже и ждать вас нужно часов через шесть-восемь все вот эта информация до которая должна быть у человека на виду может быть в подписи и тогда она вам помогает когда ее нет не помогает хотя и не вредит вредит может подпись от гробовщика джека вредит может подпись какая-нибудь типа супер креативная с какими нибудь там вашими не не имеющие отношения к делу увлечениями да частенько люди ведут блоги про что-то не про перевод и очень сильно этим гордятся и суют там миллиард ссылок и ты думаешь что может мне надо посмотреть что там окажется что все как-то мимо но с уважением имя это неплохо но и нехорошо собственно текст письма давайте пройдемся по текстам письма я не называю имен я читаю то что у меня вот то что было зеленым выделено да про то как вы работаете описание ничего сверхъестественного да абсолютно нормальное поведение но когда о нем говорят мы уже понимаем что человек по крайней мере знает чего от него ждут на рабочем месте да это уже хорошо что было плохо да сейчас иду по порядку в 2001 году переехала из саратова в москву 2 высшее образование мба плюс отдельный курс делового английского 12 года занимаюсь семейным бизнесом а именно поставками мета оборудования в лечебные учреждения москвы и области регионов страны с англии тем не менее английский никогда не бросала там бла-бла-бла-бла-бла ну то есть понятно что это все подводится к тому почему хотелось бы переводит медицину и хотела бы реализовать себя собрав весь накопленный опыт знаний реализовать себя в такой креативной работе как перевод это письмо от человека который вообще не понимает сути профессии переводчика это человек это письмо человека который совершенно не умеет выстраивать коммуникации надеюсь не сильно никого не травмирую сейчас но когда вам клиент на конкретную вакансию пишет скажите о себе клиент на самом деле хочет слышать и читать о себе не о вас он хочет понимать как ваше знание опыт и все такое решают его конкретную проблему вот в это вот то в каком году что вы окончили как вы учили английский это не про перевод это не про эксперта переводчика это про человека который знает иностранный язык и верит что он переводчик узнать язык и быть переводчиком не одно и то же это письмо которое проигрывает очень короткого письма которая тоже ни о чем но по крайней мере так сильно не вредит дмитрий добрый вечер во вложении перевод о себе кратко планирую стать кем-то там основная специализация химия ну и здесь строчка конечно убийственная резюме прикладывать не стала постольку настоящий момент мне еще есть на чем поработать на чем поработать то есть клиент у вас запрашивает конкретный документ вы говорите что нет мне неудобно я не считаю нужно это тоже про неадекватность да простите за прямоту совершенно но не важно что вы что вы там считаете про себя хорошо вы не готовы исполнить требования клиента значит вы просто не откликаетесь у вас запрашивают переводы конкретного характера до общей тематики так называемый хотя у меня много вопросов к этой формулировке вы говорите о своих планах быть техническим переводчиком о своем веграунде в медицине это не очень адекватно это не про то про что у вас спрашивали вы пишете и вы разговариваете с собой сейчас не с клиентом что тут было еще вот здесь все хорошо было да про аудио визуальный перевод и локализацию но плохо то что опять же себя вперед клиента чуть дальше помогу вашей компании с переводом видео приложений игр нигде не было написано что нашей компании это нужно а также вот они наши тексты общей тематики и очень пугающие лично меня формулировка которая говорит о том что тексты общей или маркетинговой тематики для человека это почти одно и то же у нас очень серьезное отношение к маркетинговому переводу прям очень серьезное мы вообще считаем маркетинг над специализацией ждем что человек имеет специализацию конкретную в области и еще плюсом маркетолог он хорошо разбирается в рекламе он хорошо разбирается во всех трендах во всем что происходит в мире он знает психологию рекламу он знает законодательство влияющие на все эти вещи когда у нас текст общей тематики с маркетингом смешиваются то там все было хорошо в этом письме и в резюме там все хорошо но здесь стало немножко не так потому что либо нет понимания либо так сформулировали что опять же не плюс если это так считывается нужно было перечитать свое письмо и сделать так чтобы такого впечатления не складывалось что еще что еще красненького имею всю необходимую арктехнику и современные гаджеты для информирования о заказе кто кого информирует непонятно ну так понятно предполагаю что имеется ввиду что вы на связи и быстро реагируете но информирование о заказе это как будто вы нас формировать объемы могу брать любые но при этом зависимости от текущей загруженности но как-то надо определиться также во вложении вложения за главной буквы найдете мое режиме вот это неряшливость такое отношение немножко а бы как а бы что быстрее бы написать переводчик который пишет не не небрежно и допускает ошибки опечатки при первом контакте скорее всего не будет очень надежным в реальной работе на больших объемах и на ограниченных и того из вот этих вот ваших небольших писем можно делать ну конечно не однозначные но все-таки складывается хотим мы или не хотим мнение о том как вы будете коммуницировать в компании как вы умеете вообще ставить себя на место других членов команды как вы видите или не видите свою роль в этой команде да и умеете встраиваться в рабке умеете встраиваться в процессы насколько вы надежны да и вообще в состоянии видеть свои какие-то несовершенства и ну сказать что прямо идеальная картина есть где-то не могу сказать но вот девушка с маркетингом перемешанным с общим с общим с общей тематикой там все прямо более-менее прилично что было что было чтобы по стилю тону вопросов нет с релевантностью но все более-менее так никак не считают этого длинного жизнеописания с датами и всеми этапами карьеры это совершенно мимо интереса вкус клиента ну вот это пустое резюме про химию пустое письмо но по крайней мере нет никакой жести со стилем тоном и вот этим вот все тоже бывает достаточно часто с названиями файлов не вижу название файлов с переводом ну по крайней мере опознаваемо хотя где-то нет фамилии у двух человек и и и и по резюме резюме у меня 3 вот тот кто очень много написала себе чем-то не посчитал нужно прикладывать резюме дима считать что достаточно всего в письме не знаю еще один человек вот написал что не посчитал нужным на прямой запрос резюме его прикладывать три резюме у нас есть одно из них страшно едет при открытии в браузере это вот две колонки в доке сохраненная когда его открываем мы прямо из почты я вижу только фото и расстрянутая имя фамилия на весь первый экран проблему решает сохранением в пдф допускаю что вы могли его отправить доки потому что запрос в вакансии был не совсем однозначно было написано резюме и перевод в док что касается релевантности совершенно такая стандартная классическая ошибка абсолютно всех вы делаете ну просто хронологию что вы делали там где вы учились где вы работали да абсолютно не обращая внимание на то для чего и кому вы отправляете правильное резюме без всяких сопроводительных писем без названия без чего угодно открывая дает понять читателю то и что предлагает ваши режимы можно отправить куда угодно и эффект будет ровно тот же это вообще не резюме это просто шаблонный стандартный документ даете ли вы себе отчет что резюме это ваш текст текст который призван вас продавать резюме это текст маркетингового характера отдаете или не отдаете если резюме должно продавать мы понимаем наверное как специалисты по коммуникации что маркетинговый текст может продавать и вообще работать да и выполнять свою функцию оперативную только в том случае если мы учли адресата да если мы понимаем чего хочет и ждет и надеется увидеть в этом документе тот человек который призван его читать можно ли да при с учетом вот этих факторов рассчитывать что стандартный шаблон резюме когда вы просто по порядку вставляете блоки и в хронологическом порядке описываете свой опыт тем более если он у вас не однороден да вот если я так сделаю у меня все будет работать потому что у меня профильное образование я никем кроме переводчика и редактором никогда не работала да или преподаватель перевода но те люди которые работали в разных местах на разных должностях подаваясь на переводчиков в условно-переводческую компанию рассчитывают на что сам по себе шаблон не может быть функциональным да потому что потому что это шаблон резюме или нужно адаптировать под каждого нового заказчика еще одна ну позвольте я у вас прошу мне просто очень сильно любопытно что такое ассоциация профессиональных переводчиков россии как бы ну ну просто да не то что это вам какой-то там огрех в резюме но вот для меня как человека который вроде как знает все профессиональные организации как в россии это немножко странно а вот если бы я это получила например от потенциального исполнителя да или сотрудника я помогла решить что мне сейчас пытаются обманывать потому что это еще стоит на первом месте компания а как можно быть компании ну тут я нашла пару компаний именно о как можно быть членом коммерческой компании я нашла пару компаний до которые именно коммерческие переводческие компании но вот вы сознательно или нет но вы вводите людей в заблуждение и я например могу да и подумала бы я вот если бы это была не наша ситуация игровая да я бы подумала что вот меня сейчас пытается обмануть потому что как бы вы дают просто опыт работы за членство в профессиональной ассоциации которая как бы призвана подтверждать вашу компетентность и квалификации если вы это делаете несознательно это тоже не идет вам в плюс потому что ну не понимать там разницы между организационно правовыми формами и отношениями между субъектами экономики тоже немножко неприлично для нашей профессии и требований к эрудиции и вообще объемы знаний когда это стоит еще на первом месте да что важно в резюме самое главное в вашем резюме это первый экран это то что я увижу ваш адресат любой увидит да менеджер увидит когда откроет ваше резюме все что вы выносите на первый экран это ну скорее всего все что люди прочитают какие были ошибки с первым экраном вот все хорошо там где у нас на первом экране указаны языки контакты и ключевые навыки нам попадают но здесь монитор большими почти весь лис здесь ну на ноутбуке вот немножко иначе резюме где которая ползет при открытии в браузере там все конечно печально но в нем ошибка том что при нормальном открытии мы бы видели образование которое ну в общем то не очень важно потому что человек работает с семнадцатого года 21 это четыре года опыта работы которые гораздо важнее того где и на что вы учитесь понимаете а вот когда мы идем в какой-нибудь конструктор резюме и собираем там документе к нее не вникая потому что считаю что разработчики конструктора лучше знают мы опять же демонстрируем свое не очень хорошее владение коммуникативными навыками важно где вы учитесь пока вы студент а и да там где люди готовы с вами начинать сотрудничать если вы уже работаете вообще по всем нормам и стандартам если после вашего совершения обучения прошло больше трех лет можно считать что вы уже ничего не учили давно кто-то считает 5 когда люди с десятью тому более годами пишут образование или там с двадцатью то возникает такой неприятный вопрос что вы за эти 20 лет больше ничего не добились вы ничему не научились на работе что вы там продолжаете гордиться своим дипломом МГУ или МГУ например четыре года это очень хороший опыт работы с четыре года можно стать из никого вполне таким крепеньким специалистом и самое главное что опыт хорошо описан опыт хорошо описан вынеси выносите его пожалуйста вверх до чтобы он был на первом экране юрий изумгу евгений маленовой привет передавать так что было еще на что я хотела обратить обратите обратить вот не очень хорошо описаны опыт сотрудничею переводчик фрилансер сотрудничая ющий с различными бюро переводов и заказчиками в россии по различным тематикам это для десяти лет описание вот прям очень сильно проигрышная вот такие вещи может написать о себе студент который выполнил три-четыре заказа в разных бюро переводов до после которых к нему не вернулись и вы имея на самом деле наверняка огромный список проектов кейсов интересных ставите сами себя в ряд вот с этим студентом который может быть в рамках стажировки что-нибудь попереводил да потому что формулировка совершенно невнятная вот сформулировка которую я есть только что назвала хорошей перевела техническую документацию для строительства тэц на кубе государственные стандарты кубы лекции по авиации для обучения зарубежных специалистов судебный приговор сопроводительную документацию раздел учебника языка под редакцией королевской академии испанского языка для кафедра испанского языка и так далее понимаете у человека может быть на самом деле вот этих вот 10 проектов перечислить на весь его опыт а у кого-то 10 лет такого опыта но описание ставит вас по компетентности куда-то в ряд ноу-нейм невнятных специалистов потому что заформулировкой разные документы для разных компаний вообще непонятно что стоит когда мы понимаем что человек работал ровно с такой же документации которую нам надо переводить мы уже даже можем не обратить внимание что возможно это вообще был один из трех его периодом в жизни справился значит он умеет это еще один показатель не умение коммуницировать правильно выбирать важную информацию и преподносить ее нужным боком собственно собственно по моему все что я вам сегодня планировала сказать каких-то уточнений не было впрочем они не требовались в данном случае но вот как способ справедливо кто у нас анастасия выше написала это очень хороший способ показать свою надежность инициативность и способность видеть проблему и предлагать ее решение так мы сейчас наверное прервемся минут на 10 до размять ноги все такое мне нужно идти в очередную другую конференцию я буду с вами прощаться коллеги вам сейчас расскажут что-то про ваши переводы да мы узнаем например далеко ли вы ушли от того же машинного переводника если у вас есть вопросы конкретно ко мне давайте вы их сейчас зададите потому что я уже к сожалению ко мне вернусь пожалуйста только ну давайте далее лепис не принимая наличный счет да дача была диагностику провести я привела это вещи которым надо учиться у нас их нигде не нигде и никто никогда нас и не учил поэтому совершенно как бы закономерно что получается не все и не всегда и не сразу она адекватное резюме это резюме адекватная конкретной коммуникативной ситуации не может быть адекватной структуры это резюме подготовленная для конкретной коммуникативной ситуации конкретного человека иногда адекватное резюме это четыре страницы конца веритом александра что такое дублирует смотрите если я например отвлекаюсь на на свой маркетинг для девочек да я могу сказать что переводила там для амвейного nordisk там кого-то там еще в письме до маркетинговые материалы в режиме у меня будет подробно написан там объем например да или уровень проектов когда запускали новую линию или полностью делали все в маркетинговую сопроводиловку для там нового бренда в режиме вы описываете конкретные кейсы и проекты описывайте с той позиции чтобы человек понимал чем масштаб ответственности которые вы готовы на себя взять и до масштаба лишь проектов и и задачи которые вы готовы умеете решать понятно что если я же могу написать точно также в режиме что я переводила тексты про косметику а могу написать что когда вы запускал новую линейку косметики премиум сегмента я переводил абсолютно всю маркетинговую всем материалы от и до начиная от материалов тренинговых для дистрибьюторов заканчивая буклетами каталогами вот этим всем понимаете разницу в масштабах да сразу понятно что можно мне доверить а что нельзя далее опять же писала а для россии украины не снг то есть тираж понятия это было стрёмно наверное такие вещи мне не поручали одну и ту же вещь можно нормально описать когда вы пишете письмо вы должны укладываться ну может быть в треть странице да так чтобы на один экран все помещалось вы можете перечислить компании да вы не будете расписывать все кейсы от и до анна очень стараюсь чтобы вам в универе начали это давать читаю лекции вашим преподавателям о том как такие вещи преподавайте студентам включать учебную программу надеюсь когда-нибудь начнет попасть или почему же научиться и попасть а я не считаю что перевод это какая-то сверхсложная профессия которая там только избранным поддается обычное ремесло да кто выше по моему написали про креативный кто-то написал что-то про креатив так вот такое забавно никакого креатива абсолютно четкая технология анализ копания в материале и строгое следование норме это вещи которым надо учиться просто нам на работу попасть но если если считать что знать английский значит быть переводчиком тоже к сожалению если понимать требования и стандарты профессии точно есть еще ко мне вопросов и если вопросов нет ему большое спасибо сейчас тогда будем продолжать и все всем спасибо до встречи сейчас уважаемые коллеги давайте мы сделаем перерыв технологические минут на 5-7 то есть до 13 15 то есть 13 15 мы возобновляем наш эфир и будем говорить о верстке пайлов начнем с этого то есть начнем с этого блок разбора конкретных уже ошибок и недочетов наших с вами задания поэтому не отключайтесь через 6 минут 13 15 мы встречаемся но продолжаем